Международные награды из раза в раз пополняют копилку их достижений. Юные ярославские аниматоры в очередной раз доказали, они одни из самых лучших в мире. Вы смотрите проект «В тему» на Первом Ярославском. И сегодня гость нашей студии Маргарита Нагибина, художественный руководитель Центра анимационного творчества «Перспектива». Маргарита Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Дети-аниматоры, какие они? Дети-аниматоры очень смелые, очень талантливые. И самое главное, они раскрепощенные, они очень любят активно общаться. А какие дети участвуют в вашем проекте? Возраст? Возраст у нас самый разный. От 5 до 18 лет, иногда даже студенты. Но в целом это люди, которые хотят просто творчески развиваться. Это маленькие, а старшие, они уже готовы поступать в ВУЗы. Существует такое мнение, что чтобы заниматься анимацией, нужно очень хорошо рисовать. Так ли это? Вы знаете, это, наверное, просто неправильное мнение, потому что анимация – это возможность одушевлять все, что можно. Предметы, песок, крупу, листья, бумажные какие-то самооделки. Ну, то есть тут все зависит от того, что ты придумаешь. То есть в первую очередь даже от фантазии зависит. Самое главное – чувствовать движение. Вот это очень важно. Любой аниматор, он должен представлять, как будет двигаться его персонаж. Быстро, медленно. А у детей это еще заложено внутри. Вот мы взрослые, мы рассчитываем. Есть такой специальный термин – тайминг, когда нужно представлять, как будет двигаться персонаж в определенное количество времени. Дети, вот особенно пятилетние, они играя, создают мультфильм, и им совсем не нужно ничего рассчитывать. У них получается замечательно. Для нас самая дорогая была пресс-мэра. Мы в свое время получили у нас здесь, в Ярославле. Вообще, знаете, самое сложное – завоевать успех в своем личном городе, в своем пространстве. Поэтому для нас очень запомнился пресс-мэра, который нам вручали здесь, в Ярославле. И это, пожалуй, для нас самая дорогая награда. Кроме того, были награды в Америке, мы были в Лос-Анджелесе, получили там в Нью-Йоркской киноакадемии награды. А за какие работы? Это была работа, которую мы снимали прямо там, в декорациях, которые были предложены на съемочной площадке. Вот мы там сняли фильм и получили награду. Кроме этого, это было игровое кино. Кроме этого, очень запоминающиеся награды в Астанкино – это всероссийский телевизионный конкурс. Мы там каждый год занимаем одно из призовых мест. Но вот это вот чувство награды, оно, конечно, присуще нашим детям. Но все-таки основное мы считаем на фестивале – это общение. Но не говорить о наградах нельзя. Вот, например, ноябрь у нас 2017 года очень плодотворный, много наград. Вот в Тбилиси в конкурсе мы получили приз. Затем всероссийский фестиваль в Уфе, международный фестиваль в Перми и в Коломне вот буквально только что. И хочется сказать еще, что наш фестиваль «Киноклик» набирает обороты. В этом году к нам приехало около 50 человек, несмотря на то, что сложное достаточно время. Было прислано 400 работ, 170 работ участвовали в конкурсе. И наши дети получили два призовых места на этом фестивале. Мы очень надеялись, что такое будет, и оно случилось. Маргарита Ивановна, как создается анимация? Насколько я понимаю, используются даже какие-то подручные материалы. Порой кажется, что вообще этого нельзя использовать. Вы знаете, техника анимации настолько интересная. Технология известная. Три, в общем-то. Рисованная анимация, перекладка, когда вырезается персонаж, и объемная анимация. Но сейчас очень широко используется пикселяция, когда сам человек может стать персонажем анимационного фильма. То есть его снимают покадрово. Кроме этого, как я уже говорила, это и природный материал, это предметы. Вот, например, одна девочка у нас про компьютер сняла фильм, и там играют все детали компьютера. На фестивале «Киноклик» был очень интересный фильм. Он сделан из металлических скобяных изделий. Но он настолько интересен, что смотрится великолепно. Очень интересные работы из картона нам понравились. Песок. Вообще весь сыпучий материал, не только песок. И соль, и сахар, и крупы разные. Вот это очень любят дети. Ну и так дальше. Тут можно перечислять, насколько позволяет фантазия. И причем технологии анимационные, они все время совершенствуются. Их очень много. То есть дети придумывают очень часто что-то свое. Маргарита Ивановна, один из ваших проектов «Очкарик» из большой дороги. Эта программа выходит как раз на Первом Мирославском. Расскажите, как зародился этот проект? Вы знаете, я очень давно хотела, чтобы у нас была телевизионная студия. Ведь вообще анимация – это концентрированный вид искусства. Поэтому из аниматоров часто выходят хорошие операторы. Вот, например, у нас один из первых наших выпусков, Дима Раков. Он сейчас известный во всем мире, не только в России аниматор. Александр Тананов получил премию как лучший оператор в 2016 году. То есть вот такие люди выходят, они видят картинку, они чувствуют ритм. То есть вот это вот все помогает. И этому помогает анимация. Так вот, телевидению тоже анимация помогает, потому что они могут драматургию очень четко и быстро симпровизировать, что-то поймать, рассказать. И вообще я сейчас настолько довольна, что у нас есть коробка передач, что они так активно работают, что они профессионалы своего дела. И вот это доказало, опять же, вот на нашем фестивале, на Киноклик, только что они получили главный приз «Золото место». Вот у нас был такой конкурс. Они получили за свой импровизированный репортаж, который снимался за один день и монтировался за один день, они получили главный приз. Было очень приятно. Я надеюсь, что наша телевизионная студия, коробка передач, что наша программа общая «Очкарики с большой дороги» будут процветать и получать призы. А общаться они умеют. Мария Гарриевна, а какие еще планы на будущее? Планы на будущее? Что хотелось бы осуществить? Во-первых, мы очень ждем. Сейчас нас поздравили, вручили нам приз в виде буклета Федора Савельевича Хитрука. И наш центр очень ждет присвоения этого звания. Потому что мы много делаем, мы общаемся с семьей Федора Савельевича. И мы сейчас подали заявку на присвоение звания нашему центру. Вот это, пожалуй, наверное, то, что мы ждем больше всего. И очень хочется, чтобы у нас так же, как анимация телевидения, развивалось игровое кино. Вот это наша цель. Мы очень хотим этого. То есть сейчас этот жанр не очень популярен? Он был одно время популярен, но потом актеры наши куда-то делись. Но мне очень хочется, чтобы это было с настоящими актерами, работа проводилась. Очень хочется телепередачи об анимации. Но это мы в планах тоже ставим такую возможность. Думаем об этом. Большое вам спасибо за такую содержательную беседу. Спасибо. О талантливых ярославских детях мы говорили сегодня с Маргаритой Нагибиной. Еще больше информации только на официальном сайте телеканала 1яр.тв. В студии работала Любовь Цветкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин